Друзья, всем привет! Посмотрите на это растение. Друзья, это памятник орхидеи. Нет, друзья, это не орхидея. Это обычное комнатное растение, что-то там связанное с палемовым. Сегодня я увидел, он у меня уже полтора года стоит в подсобке. В дальнем углу я собирался все выкинуть, этот цветок, но так руки не доходили. Вот сегодня я увидел и поспешил поделиться этой историей с вами. Это результат работы мучнистого червеца, который обсосал это растение, который высосал все имеющиеся соки из этого цветка. А появилось это растение у меня полтора года назад. Мне один из знакомых отдал это растение, оно уже было заражено этим мучнистым червецом. Он мне его отдал, забери, может быть ты его спасешь и выходишь. Но мне как-то неудобно было отказывать. Я его взял, поставил во дворе своего дома. И так сложились обстоятельства, что меня вызвали в командировку. И я на два месяца уехал в командировку. Растение осталось стоять во дворе. И буквально через 2-3 дня у нас в регионе пошли дожди и мои детки. Увидев растение под открытым небом, решили спасти его, взять, занесли его в дом. И поставили, куда бы вы думали. Да, кто-то наверное догадался. Они поставили вместе с другими моими орхидеями на один подоконник. Где орхидеи стояло около 7 штук. Представляете? И вот это растение, зараженное мучнистым червецом, который кишил на ней. Я стоял целый месяц до первых выходных, когда я приехал домой из командировки и увидел вот эту картину. Когда на подоконнике стоят орхидеи посреди вот этот вот цветок. На нем кишат и ползают, я не знаю, наверное, тысячи личинок, тысячи самочек вот этого мучнистого червеца. Десятки самцов летают сверху. Они отлетают от этого листочка, подлетают к орхидеикам и отлетают обратно. Ни одного, ни одного насекомого не сидело на этих моих орхидеях. А почему, знаете? Это, друзья, врожденная функция орхидеи защищать самих себя от любого рода насекомых-вредителей. И эта функция работает, когда у орхидеи полностью настроен ее иммунитет. Когда она здоровая, когда здоровый у нее уход. Тогда ни одно насекомое-вредитель не может нанести какой-либо вред орхидеи. Потому что я уже не раз рассказывал о том, что орхидеи вырабатывают неуловимый для животных и человека фермент, который отпугивающе влияет на любого рода насекомых-вредителей. Но не влияет на насекомых, которые опыляют пчелки, различные там жучки и так далее, тому подобное. И все это благодаря тому, если орхидеи находятся в благоприятных условиях. А в случае с нашими орхидеями, которые у нас дома, с благоприятными условиями ухода за ней. И вот об этих условиях я постоянно рассказываю на нашем канале. И главными благоприятными условиями содержания орхидеи являются это тепло, это свет, это вода, влажность, это дышащий грунт, в котором орхидеи находятся. То есть вот плюс своевременная подкормка необходимыми питательными элементами или веществами, если вдруг орхидея не может или не в состоянии получать их из окружающей среды. То есть все вот эти главные основные компоненты, они должны быть гармоничны. В зависимости от вашего региона, в зависимости от той среды, которая окружает ваши орхидейки. То есть вот эти все условия, они создают иммунитет у орхидеи, который является залогом того, что она вырабатывает этот фермент. И даже если вдруг к вам попадет какое-либо насекомое, ползучее или летающее, которое может нанести вред орхидеям, он не сможет это сделать, потому что орхидеи вырабатывают определенные защитные функции. Да, конечно, орхидеи не могут круглый год, в круглосуточном режиме все это дело вырабатывать. Бывают дни или недели, когда орхидеи теряют этот иммунитет, связанный с какими-то внешними условиями. Например, не каждый год у нас выдается один и тот же месяц с одинаковой погодой и температурой. Один год, например, в сентябре, в октябре и в ноябре он теплый, а на другой год он будет пасмурный, дождливый, холодный. И вот в такие периоды орхидея может быть ослабленная, показателем чего бывают некоторые листики у нее становятся мягенькими, она теряет тургор, то есть она перераспределяет внутри себя какие-то питательные элементы, вещества. Это следствие того, что у нее нарушается работа фотосинтеза или еще каких-либо процессов внутри нее. Поэтому такие периоды у орхидеи бывают и она через день-два, неделю-другую восстанавливается. Конечно, в такие моменты может попасться вредитель и нанести ущерб. Как говорится, береженого Бог бережет. Все равно никто карантины не отменял для вновь купленных и приобретенных орхидей, которые должны находиться на отдельном окошке или в отдельном помещении с соблюдением всех мер предосторожности и безопасности. Но, друзья, я показал это растение в пример тому, в доказательство тому, что орхидеи в состоянии сами себя защищать, если мы с вами создадим для них все благоприятные условия содержания у себя дома. И это вот, друзья, как раз к вопросу о том, а почему я не боюсь домой приносить зараженные растения и так спокойно к ним отношусь. Вот поэтому не боюсь, потому что я уверен в своих растениях, я уверен в том, что они чувствуют себя хорошо и у них хороший иммунитет для того, чтобы бороться с этими мучнистыми червицами и другого рода насекомыми. Поэтому, друзья, желаю всем разумного ухода за своими красавицами. И чтобы они у вас не болели, чтобы они всегда были здоровы, цвели, росли и размножались. У меня спрашивают, что это у меня здесь, вот в этой вот емкости такое вот сушеное сухофрукты. Нет, друзья, это не сухофрукты. Это ароматические, пропитанные ароматическими веществами лепестки роз, лепестки японского бадьяна, лепестки коробочки, по-моему, хлопка и еще чего-то. Пахнет вот такой вот, выглядит, видите, даже свечечка есть, поближе можете посмотреть. Они крашены и продаются в магазине Ашан различных цветов. Фиолетовые, желтые, зеленые, вот такие вот лиловые, на всякий вкус и цвет. Ну, в качестве декора очень неплохо смотрятся. В общем, друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения, здоровья и берегите себя и своих красавиц. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok